Здравствуй, лето! Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Приветствуем всех уже в июне. Я надеюсь, что сегодняшняя погода как раз-таки говорит о том, что все, лето пришло и никуда на оно от нас уже больше не денется. Это универсальный формат и с вами Юлия Чернеева. Мы в прямом эфире. Если есть желание нам позвонить и рассказать, какие у вас планы на это лето, чем будете заниматься, чем интересным планируете заняться. Может быть, вы уже пакуете чемоданы и куда-то собираетесь уезжать. Я думаю, сегодня для вас будет много полезной, нужной и интересной информации. Всех ребятишек любого возраста, конечно, мы поздравляем сегодня еще с Днем защиты детей. Растите большими, здоровыми, красивыми, на радость своим бабушкам, дедушкам и, конечно же, родителям. Но с чего обычно начинается хороший день, если это каникулы, я надеюсь, с зарядки. Вот, собственно, предлагаю вам сейчас этим и заняться. Сегодня мы боремся за здоровый образ жизни. Собственным примером проводим общую зарядку. Мы снимаем отличный, потрясающий ролик о Самаре и о деятельности общественного совета при ФСКН Самарской области в рамках проекта «Пусть всегда буду я», когда мы работаем с молодежью, показываем ей альтернативный образ жизни, альтернативный вредным привычкам, деструктивному образу жизни. Сейчас акция приобрела несколько иной характер. Почему? Потому что в нашей команде очень много ребят еще из районов и городов области. Это здорово. То есть мы становимся одной единой командой. Командой, девиз которой – здоровым быть здорово. Зарядка нужна человеку для того, чтобы он был красивый, стройный, чтобы ему было легче дышать. А то ведь если человек курит и не занимается спортом, ему труднее дышать, он бегать не может. Ну вот он не может участвовать в спортивных мероприятиях. Молодежь – это наше будущее. Молодежь легче всего поддается влиянию, как положительному, так и отрицательному. Поэтому в первую очередь, конечно, мы должны влиять на их души, на их головы, чтобы они понимали и делали для себя правильный выбор в жизни. Здорово, ученики! Здорово, ученики! Здорово, ученики! Здорово, ученики! Здорово, ученики! Здорово, ученики! Мы спорт любим, что мы к нему призываем, что мы хотим, чтобы наша молодежь и не только молодежь, а все абсолютно свои населения занимались физкультурой, спортом, любили спорт, занимались своим здоровьем. Я думаю, что это вот приоритетное направление нашего мероприятия. Это очень вредно – употреблять наркотики, курить, употреблять алкоголь. То есть это очень вредно для нашего организма. Мы не должны этого употреблять. Зарядка хорошего, молодость, позитив, движение. Сама люблю движение. С детьми с удовольствием и танцую. Даже вот музыку включили. Не стоим на месте, не отдыхаем. Девятнадцать! Девятнадцать! Двадцать! Ну что, дорогие друзья, в первый день лета, вот этот замечательный праздник, для вас хочется приготовить тоже какие-нибудь интересные подарки. Почему нет? Предлагаю немного охладиться и поиграть в боулинг. Почему нет? Планета Боулинг предоставляет для вас сейчас сертификат на один час игры в боулинг на любой дорожке. Я думаю, это хороший подспорь, если вдруг вы командой компании соберетесь куда-нибудь сходить в выходные отдохнуть. Итак, вопрос мой про боулинг. Есть разные шары в боулинге. Они обозначаются и номерами, и цветами, естественно. Так вот, самый маленький шар шестерка. Нужно выяснить у вас, сколько же он весит. И несколько вариантов ответов. Два с половиной килограмма, два килограмма семьсот граммов или три килограмма. Сколько же весит самый маленький шар шестерка в боулинге? Если вы знаете, звоните. Двести два. Одиннадцать двадцать два. Ну а про детские развлечения и про всяческие, может быть, удивительный отдых для детей знают наши следующие гости. Давайте их будем сейчас представлять. Заместитель управляющего детским центром «Водолейчик» Евгения Фаерман. Здравствуйте. Также с нами здесь актер, режиссер, художественный руководитель театра «Место действия» Артем Филипповский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вас поздравляю с летом. Хорошего настроения, хорошего отдыха. Вот Евгения уже где-то загореть успела. Где-то уже отдыхаете. Ну, лето у вас, 1 июня, день защиты детей, как у людей, работающих в сфере развлечения. Это вот из детства какие-то воспоминания, Артем, есть? Вот что обычно ты делал 1 июня, когда вот просыпался и понимал, что вот оно, лето, каникулы? Каникулы. Из школьных времен, если вспоминать. Да, например. То, конечно, это огромная радость. Все. Я жил в центре города, поэтому все время «Волга», это «Маяковский спуск», это… Покатушки на велосипедах, наверное, беготня. Да, футбол, все было, как у обычных детей. Женя, а у вас как было? Ну, то же самое, ура, лет, каникулы, свободное время. Отправляли куда-нибудь отдыхать? Очень часто, да, в лагеря, и не на одну смену, и на две бывает, и сразу даже на три, но это было здорово. Ну, я знаю, что ваш центр готовит какой-то праздник. Удивительно, на этой неделе для ребятишек. Да, да. Детский центр «Водолейчик», он активно работает с детьми, да. У нас занимаются детишки в возрасте от трех месяцев, ну, в общем-то говоря, и до семи лет. Потому что у нас существуют, ну, различные направления. Есть приоритетные направления, это бассейн, группы раннего развития и, собственно говоря, сам детский сад. За период работы «Водолейчика», ну, достаточно много воспитанников у нас набралось уже. И, в общем-то, всех воспитанников и жителей города, особенно там Кировского района, мы приглашаем на праздник. Праздник у нас, в общем-то, как раз-таки и приурочен к Дню защиты детей. Он называется «Праздник детства». Так. Да, состоится 3 июня. Во сколько? В 6 часов вечера. Что нужно с собой принести, привезти, кого, и что, собственно, там будем делать все, кто придет к вам на праздник? Мы приглашаем всех деток и их родителей с собой, брать ничего не нужно, хорошее настроение, но можно взять головной убор, потому что в 6 часов вечера, в общем-то, солнце еще достаточно активное. Будет на улице праздник проходить, различные мероприятия, игры, то есть достаточно подвижное мероприятие, танцы. Почему решили, да, провести вот такой праздник для всех-всех-всех? Ну, во-первых, такие массовые мероприятия для нашего центра становятся уже традицией. Мы приобщаем детей и родителей вот к такой массовости, к некому единству. Да, к активному отдыху. Опять же, это своего рода здесь закладывается экологическая составляющая, то есть мы находимся у озера, то есть привлечь внимание и к озеру в том числе, да. То есть частота водоема, частота окружающей среды, это очень важно. А нам тем временем позвонили. Давайте выяснять, кто этот телезритель или телезрительница. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Данила. Данила, очень приятно. Данила, сколько тебе лет? 11. 11. Данила, ну вот ты сегодня проснулся и понял, что в школу идти не нужно, каникулы. Какое у тебя настроение? Можешь как-нибудь нам его изобразить? Немного жалко. Жалко? То есть ты расстроился? Ты расстроен, что не надо в школу? Немного, да. А что ты будешь делать на каникулах, рассказывай? Ну, отдыхать поедем. А куда, если не секрет? Ну, в Крыму, там, в Азии. То есть все уже решено, родители уже выбрали. Пакуете чемоданы? Ну, еще нет. Ну, понятно. А что можешь пожелать всем-всем-всем ребятишкам сегодня в праздник? Чтобы они веселились, дружили и никогда не ссорились. Ну, вот видишь. Какой ты молодец. Давай, отвечай на вопрос. Мы загадали сегодня такой вопрос про боулинг. Ты когда-нибудь играл в боулинг? Да. Ну, давай сейчас будем угадывать. Сколько же... Ну, у меня был не очень тяжелый. Где-то два с половиной. Ага. Ну, на самом деле, это неправильный ответ, Данила. Спасибо, что позвонил. Мы ждем еще один звонок. Осталось у вас, друзья, всего лишь два варианта. Два килограмма семьсот граммов или три килограмма. Ждем и бабушек, и дедушек, и родителей, и детишек. Нам звоните. 302-202-11-22. Я думаю, что если сейчас вы у телевизора с телефоном, вам никакого труда это не составит набрать наш номер и в студию позвонить. По-прежнему ждем ваших звонков с рассказом о том, какие планы у вас на лето. Так мы возвращаемся к нашему празднику. 3 июня, 6 часов вечера. Район Старозагор. Кировский район, жители всех приглашаем. Артем как ответственный на лицо, я так понимаю. Да, он расскажет о наполнении праздника. Артем, что там будет? Праздник, на самом деле, мы с удалечиком уже второй раз проводим. Мы готовим эксклюзивный праздник, такого никогда не было. Мы готовим свои игры, придумываем специально, чтобы это было... Пишем свои сценарии, чтобы это было интересно, неординарно. Они активные, разные, разноплановые. Будет ли аквагрим для детей? Аквагрим будет, будут ростовые куклы, будут шарики, подарки. Музыри мыльные. Все атрибуты состоящие. Я очень счастлива, потому что я сейчас бы себе хотела на день защиты детей. Да, 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 это будет яркое, красочное шоу с музыкой, с подарками, опять же говорю. Значит, клоуны, украшения, все ярко и весело. А у нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Ольга, ну расскажите нам, как вы собираетесь это лето провести? Ну, придется пока работать. Пока придется. Есть ли у вас отпуск за эти три месяца? Будет ли? Нет, только осенью. Осенью. Ну ничего, заслуженно отдохнете. А вот вспомните себя немножечко, ну, надеюсь, там, лет 10-15 назад, когда еще учились, может быть, и вставали вот 1 июня. Какие ощущения были? Помните? Ну, а вот ваши детки, если племянники, у них уже какие-то планы есть, чем они будут летом заниматься? Ну, отдыхать. Отдыхать. Хочется покупаться им дома, позагорать, погулять в парке, на набережной, может быть, за город куда-то поехать. Очень много планов. Ну, а вы в лагерь ездили в детский? Обязательно. Я очень любила. Понятно. Ну, здорово. Давайте сейчас вы попытаетесь счастья. У нас всего лишь два варианта ответов осталось. Сколько же весит самый маленький шар-шестерка, как вы думаете? Ну, 2 и 7. 2 и 7 – это правильный ответ. Это действительно стандарты. Ну, а самый большой, 16-й, весит более 7 килограммов. Отправляйтесь в планету боулинг на замечательные развлечения. Ну, а раз уж мы заговорили про лагеря, наверняка каждый из вас также вспомнит о том, как он здорово и весело проводил летнее время в компании друзей, а может быть, новых знакомых в лагерях области или, может быть, даже на морском побережье. Наш корреспондент Марьяна Мирная оценила подготовку детских лагерей к новому сезону. Давайте посмотрим, а потом вернемся в студию. От грызунов и клещей территории обработали, воду проверили, кухонное оборудование закупили, медицинские кабинеты отремонтировали. Детские оздоровительные лагеря Самарской области к приему детей готовы. Родителям, собирая свое чадо в лагерь, необходимо не только положить зубную щетку и полотенце, но и не забыть о прививках. Сегодня многие принципиально не делают прививки детям и лагеря в отдыхе таким ребятам отказать не могут. Но иногда это приводит к тому, что ребенок заболевает и оказывается изолирован от коллектива. Мы живем в обществе, которое не всегда эпидемиологически благополучно, у нас есть заболевания, ну, как корь, как полиомиелит, которые, в общем, не побеждены окончательно. И ситуация может складываться любая. В этом году на территории региона будут работать 745 лагерей, 686 из них дневного пребывания, 59 загородных. Список расширился за счет санаториев, где дети могут не только отдыхать, но и получить медицинские процедуры. Большинству родителей за смену придется заплатить от 30 до 40 процентов от стоимости путевки. Бесплатные путевки предоставят детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и сиротам. Некоторым школьникам повезло отправиться за тысячи километров. В этом году, помимо отдыха детей на территории Самарской области, будет организован отдых детей, планируется в Республике Крым. Планируем направить до 300 детей в оздоровительный лагерь. И на Черноморском побережье Краснодарского края 590 детей. Планируется, что отдых и в Республике Крым, и на Черноморском побережье Краснодарского края будет в августе текущего года. Всего за летний сезон в Самарской области отдохнет и оздоровится больше 100 тысяч детей от 6 до 18 лет. Бронирование еще не закрыто, и освободившиеся путевки можно выкупить. Важное условие – не забыть обратиться в центр семья по месту жительства за уведомлением о подтверждении оплаты родительского взноса, чтобы ребенок точно отправился в лагерь. Редактор субтитров А.Семкин ручку, листочек, все запишите, чтобы это мероприятие не пропустить. Ну, а я вот с удивлением узнала, оказывается, что у нас в Самаре есть театр «Место действия». Артем, что за театр? Это молодежный театр, который ставит современные пьесы и ориентирован на молодую публику, а также рабочую молодежь. Трудовую молодежь. Трудовую молодежь. Вот у нас 13-14 июня будет два спектакля «Пределы любви» по Паскале Ромберо, французский автор, очень нашумевшая пьеса. Мы показываем какие-то интересные пьесы, которые не доходят иногда до Самары. А вторая – «Гипермаркет», «Климочка» из Словакии. Очень интересно, «Гипермаркет», там происходит действие в гипермаркете, современная тема, современные люди. То есть вы сами решили создать свой молодежный театр? Да, я заканчиваю Щукинское училище в Москве, и вот мне интересно, чтобы в Самаре какая-то актуальная пьеса звучала, чтобы новые лица творческие. А вы не гастролировали еще, никуда не выезжали? Мы ездили в Оренбург, в Белгород со своими спектаклями на фестивале. Сейчас мы показываем спектакли в Центре социализации молодежи, Куйбышева-131. А вы у кого на курсе учитесь? Юрий Иванович. Это художественный руководитель театра Моссовета. А вернетесь обратно в Самару? Ну, я живу здесь, то есть мы там на заочном учимся. Ну, понятно, но нет ли желания там махнуть на все рукой? Пока нет. То есть здесь еще поле непаханное? Да, от Самары, да. Хочется здесь работать для своих людей. Очень импонируют по-волжески люди. В общем, сморчане. От Самары Волга не отпускает. Да, атмосфера. Девушки красивые. Красивые. Куда же без этого. Вопрос. А какая публика может приходить на ваши спектакли? Есть ли ограничения по возрасту? У нас спектакли плюс 16. А для детишек ничего не планируешь? Для детишек планируем. Сейчас за лето мы будем делать спектакли. Можно будет найти нас реклама. Тоже прийти посмотреть, оценить. Вот молодежный театр, оказывается, у нас есть в Самаре. Ну, друзья, ждем ваших звонков. 202-11-22. Мы говорим сегодня о том, что лето стартовало. Надеюсь, вы этому рады, довольны. Здравствуй, лето. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. И всех вас сейчас будет приглашать Евгения на праздник для жителей города. Женя, рассказывайте, что, где и когда. Вы, друзья, записывайте. Ну, дорогие мамы и папы, берите своих детей. И мы вас всех приглашаем 3 июня в 6 часов вечера по адресу Старый Загор, 235. Площадка напротив детского центра «Водолейчик». Около озера. О, озера. Шляпки, панамки, сандалики, белые носочки. Приветствуется. Все верно? Все верно. Да, и хорошее настроение. Это нам говорит режиссер этого всего действия для детишек. Спасибо вам большое, что пришли. Вам творческих успехов, хорошего лета, загореть, накупаться, отдохнуть. Ну, а вам, друзья, расскажу, что впереди нас ожидает весьма интересная тема. Как вы уже выяснили, многие собираются отдыхать. Кто-то по России, кто-то на Черноморском побережье, кто-то и до Крыма доберется в этом году. И как выбрать правильно отель, стоит ли обращать внимание на программу отеля и как важна она при выборе места отдыха, нам расскажет наш следующий специалист. Не переключайтесь. В Советском Союзе шахматы были популярны не меньше, чем футбол. Каждый мальчишка мечтал о славе Алехина и Ботвинника. Вернуть интерес детей к этому виду спорта решили в Российской Федерации шахмат. В Самаре со следующего учебного года откроется множество шахматных клубов. Одна из задач – развить у детей способность принимать решения. Это то, что в жизни сейчас совсем не хватает, не только в детских домах, это везде. Дети вырастают на компьютерах, они выиграют там во всевозможные игрушки, они нажимают кнопки, но мозг при этом, у них рефлекторное все работает, мозг не работает. Министерство социально-демографической и семейной политики поддержало инициативу Федерации уже открыт шахматный клуб в детском доме «Единство» в Тольятти. Детям подарили не только доски и фигуры, но и обучающую литературу. По мнению специалистов, шахматы помогут в социализации детей, у которых есть способности к сложным игровым формам. Только не хватало, наверное, нам вот именно таких клубов, которые могли бы действовать постоянно, и воспитанников не нужно было бы куда-то водить и прочее. То есть именно непосредственно здесь, в шаговой доступности, когда они могут проявить все свои способности и реализовать свой потенциал, который у них действительно есть. Победил. Один. Красмейстер. Большинство воспитанников детского дома не имеют понятия о хитростях шахматных партий. Какие-то знания есть лишь у детей, которые попали в учреждения в подростковом возрасте. Игра с международным мастером принесла много эмоций. Она увлекательная, да, как бы притягивает. А что тебя привлекает в этой игре? Ну, думать можно. Ну, к чему. А для мозга это что-то дает? Да. А что? Ну, пум. Пум? Да. Шахматные клубы будут открыты в 20 сиротских учреждениях области. Обучать воспитанников придут тренеры-шахматисты. Планируется создавать сборные для игры на российском уровне. Дело за малым. Ну что, это прямой эфир программы «Универсальный формат». И следующая наша тема посвящена очень удивительному, важному и полезному. Это отельная анимация. Специалисты по такому очень интересному активному отдыху говорят, что отельная анимация – это пятая звезда отеля, которая всегда идет, естественно, в плюс, в зачет. Так вот, в этой части нашей программы мы будем рассказывать вам о том, что же такое отельная анимация. С нами наш следующий гость – это Дамир Янбеков, руководитель проекта Агентства по предоставлению услуг профессиональной отельной анимации «Чоко Холидес». Дамир, добрый день. Добрый день. Друзья, телефон прямого эфира 202-11-22. И совсем скоро, кстати, будет задан для вас вопрос – есть возможность выиграть билеты в театр. Не уходите далеко от нас. Дамир, ну, не все знают, что такое отельная анимация. Что такое отельная анимация? Отельная анимация, как вы правильно сказали, это действительно пятая звезда любого санатория, отеля, пансионата. Это то, о чем гости, туристы по возвращению домой обязательно рассказывают, обязательно вспоминают. Они делятся впечатлениями, они выкладывают фотографии в различные сцены. Развлекали, что с ними там делали, да? Да, это все очень здорово. То есть ты можешь приехать, тебе может понравиться проживание, питание, замечательная погода, море, разумеется. Мы едем все на море. Все замечательно, но вот анимация может подвести, и общее впечатление уже совсем не то. Вряд ли уже ты выберешь второй раз этот отель. Скучно, неинтересно. Да, ну, то есть эмоции уже не те. Анимация как раз создана для того, чтобы сохранить это впечатление, для того, чтобы повторить, так скажем, путешествие, чтобы... Вернуться. Да, чтобы выбор пал именно на этот отель. Ну, а это, я так понимаю, очень молодое направление у нас в стране, в нашем городе. Почему вообще решили заниматься именно этим направлением? Да, в нашей стране все чуть-чуть... Позднее. Попозже, да, приходит. Российский турист уже довольно такой... Искушенный. Да, искушенный и частый гость за границей. Турция, Египет. И наш генеральный директор просто так же, отдыхая в одном из отелей Турции, увидел анимацию и подумал, почему бы нет? Почему бы в Краснодарском крае, например, не сделать то же самое? Или лучше? Да. Собственно, так и произошло, потому что российский отдых, да, российские курорты, они все-таки более семейный отдых. Когда Турция и Египет, это немножко молодежно, это немножко... Отрыв такой. Отрыв, да, это с нотками пошлости, да, немного. Мы этого не допускаем. Мы направлены на семейный отдых, мы направлены на все категории, да, у нас очень много возрастных отдыхающих, да, очень много отдыхающих семей. Поэтому мы исключаем эти моменты, и на российский, так скажем, менталитет мы ориентированы. Ну, друзья, давайте сейчас, если есть какие-то у вас вопросы, можно задать. 202-11-22, телефон прямого эфира. Обещала я вам розыгрыш, давайте поиграем. Разыгрываем пригласительный билет на спектакль «Женитьба», театр «Самарская площадь». 4 июня в 18.30. Смотрим кадр из одного известного старого-старого фильма. Что за фильм, что за кадр, если узнали, угадали, звоните 202-11-22. Будет вам счастье, сходите на отличный спектакль одного из лучших театров нашего города. Я вот хотела спросить, человек, семья, мам, папа, дети, собираются на отдых летом в Краснодарский, или Край, там, Сочи, Анапы, Геленджик, или в Крым, Ялта, там, Гаспро и так далее. Вот они листают в интернете отели, либо созваниваются и спрашивают, а вечерние программы у вас есть, там, что будет днем с нами, на что они должны обратить внимание, что им должны ответить, и уже они должны, ага, галочку себе поставить. Ну, разумеется, есть различные сейчас порталы, да, которые позволяют быстро и удобно выбирать отель, санаторий, да. Слава богу, есть интернет, есть различные форумы, отзывы. На это не стоит, так скажем, закрывать глаза обязательно. Нужно прочитать, посмотреть, как и что пишут люди, поспрашивать. Да, есть, конечно, такие, которые пишут специальные отзывы, но отсечем их, да, 30% уберем. И все же, об этом не стоит забывать, нужно посмотреть, нужно почитать. Можно позвонить в отель. В отеле, разумеется, нужно и необходимо, да, задать вопрос, есть ли в отеле анимация, потому что, если есть анимация, это уже определенный уровень. Не каждый санаторий или отель может позволить себе анимацию, потому что они считают, что им это просто не нужно, и проигрывают уже априори, да, потому что, ну, туристам скучно. Очень часто, когда мы приезжаем непосредственно в отель для того, чтобы предложить свои услуги, мы слышим это. То есть, да, у нас скучно. Если на это не идет менеджмент отеля, об этом говорят непосредственно его работники. То есть, вот нам жалуются. Нужно прислушиваться, конечно, и со стороны руководства, и со стороны отдыхающих, да. Ну, вот сейчас, может быть, у кого-то есть вопрос, раз мы говорим про отельную анимацию, это санаторий, профилактория, я так понимаю, дома отдыха и так далее. Нужно ли платить отдыхающим отдельно за анимацию? Нет, анимация включена в спектр, так скажем, пакет. Их отдыха. Да, такая же путевка, ничего дополнительного. Это такой бонус от отеля получается, да? Да. И, соответственно, он тоже делится в течение дня на детский и взрослый. Да, мы агентство, которое именно предоставляет профессиональные услуги, да, отельной анимации, и мы акцентируем свое внимание на каждом, так скажем, сегменте отдыхающих, начиная от совсем маленьких детишек и заканчивая их бабушками, дедушками и прабабушками. А вечером, я так понимаю, все собираются на шоу-программу? Да, вечером в том числе есть мини-диско, дискотека для детей, вечерняя шоу-программа обязательно, каждый вечер различная. Это может быть и какие-то подвижные мероприятия, в которых принимают участие непосредственно туристы. Это может быть, так скажем, просто как шоу, да, когда аниматоры своими же силами в костюмах, там, различные наряды, да, устраивают что-то интересное, увлекательное. Факир, фаер-шоу, там, шоу мыльных пузырей, шоу мэджик. Что угодно. Все, что угодно, да. Это профессионалы, а не артисты. И, разумеется, после вот вечерней шоу-программы дискотека, в которой может принять участие любой. Друзья, ну, у нас по-прежнему висит для вас вопрос. Мне кажется, этот кадр с несравненной Нонной Мордюковой, которую мы загадали для вас, невозможно не угадать, потому что и даже, мне кажется, вопрос-то с подвохом. Разыгрываем пригласительный на спектакль «Женитьба». Просьба угадать фильм 202-11-22. Если угадали, позвоните, получите пригласительный на двоих на спектакль. Ну, а я хотела спросить у Дамира. Я знаю, что недавно на одном из городских порталов опубликовано было как раз от вас объявление о том, что вы ищете себе аниматоров в команду. Действительно это так? И каким должен качествами обладать человек, чтобы вот так вот сорваться из Самары и уехать там на три месяца зажигать и отдыхать, дарить радость людям на Бомарском побережье? Да, разумеется, мы приглашаем всех желающих Самары и вообще любого города нашей необъятной страны и ближнего зарубежья, и может быть кто-то совсем издалека, да? Мы открыты к сотрудничеству, мы приглашаем ребят на работу, мы ищем. Таланты. Да, таланты, да. На самом деле довольно обладать просто хорошим настроением. И желанием работать с людьми. Да, да, и хоть немного любить людей, пытаться дарить им радость, и все остальное мы научим. У нас команда профессионалов, которые имеют опыт работы и за границей, и работают с нами уже не первый сезон. Мы, так скажем, миксуем команду, да, когда у нас во главе там стоит шеф-аниматор, он профессионал, он может сделать все, что происходит днем, включая вечернюю шоу-программу, и, соответственно, может научить этих новобранцев, которые после сезона уже точно будут профессионалами. Понятно. То есть получается, что ребята не только зарабатывают денежку себе какую-то, такую неплохую, но еще и живут, я так понимаю, в месте, где работают, и питаются вполне себе хорошо. Да. На этапе еще заключения контракта с отелями мы обговариваем момент, как будут проживать и питаться наши ребята. И, так скажем, в нашем райдере, имеют такой пункт, как, ну, гостевой номер. То есть они живут в гостевых номерах, в таких же, как живут отдыхающие. Они питаются тоже на, там, если есть шведский стол, если нет, то, ну, так же, как отдыхающие. Столовая, кухня. Да, столовая. Все на уровне гостей. То есть ребята дарят эмоции, и если их будет что-то не устраивать в их собственном проживании, питании, они будут расстроены, так скажем. Ну, нам всем нужно, да, хорошие условия, и мы должны быть в хорошем настроении всегда. Соответственно, если сам в плохом настроении, о каком настроении для туристов. Ну, что касается хорошего настроения, сейчас будем выяснять, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, вас поздравляю с первым днем лета. Какие планы? Расскажите. А я прилетела в Турцию, на работу выхожу, все прекрасно. Ну, вот касаемо Турции. Анимация, понравилась вам? Очень даже. Чего удивительного видели? Да не знаю, я не первый раз, все хорошо. Понравилась. А вот если скажем, что, допустим, на курортах Краснодарского края не хуже анимация, поверите? Ну, возможно, почему нет? Ну, пока еще люди скептически относятся, но все же. Вы обращаете внимание на то, как вас будут развлекать вечером, днем, выбирая отель? Да нет. Мне кажется, я такой человек, что позитивный, что я везде найду тот, что слюхтый. Чем заняться. Ну, здорово. Вопрос у меня такой. Помните себя в детстве и первое июня утро? Какие ощущения? Лето, каникулы. Вообще все здорово, отлично. Какие мы втащили первого июня? Вот только такие. Давайте выяснять, да, что же за фильм, кадр, из которого мы загадали. Женитьба Бальзаминова. Ура, это правильный ответ. Спасибо вам большое за звонок. Отправляйтесь в Театр Самарской площади на спектакль «Женитьба», который будет 4 июня в 18.30. Спасибо большое. Ну, а у нас, кстати, есть фото, которые Дамир принес к эфиру. Как раз-таки эти фото очень хорошо показывают, как работают аниматоры именно на море. Дамир, рассказывай, кого мы здесь видим, кто это за люди. Ну, на данном кадре мы видим как раз команду одного из первых, так скажем, запущенных отелей в этом году. Это город Геленджик, санаторий имени Ломоносова. В этом году впервые у них отельная анимация. Да, они решили все-таки. Свежие фото получается, да? Абсолютно свежие. Вот, кстати, Евгений Степанов. Известный наш шоумен, фокусник, тоже примкнул, да, к вашему ряду? Да, он занял одну из позиций в нашей команде. Я так понимаю, это утренняя зарядка какая-то, да? То есть отдыхающих пока... В данном моменте это йога. ...немного, но я так понимаю, что сезон только начинается, да? Эти фотографии сделаны в мае, да. Пока было немного отдыхающих, но в этом санатории порядка 600 отдыхающих может одновременно отдыхать. И я думаю, что к середине сезона или уже сейчас, возможно, там под завязку, так сказать. Здорово. То есть получается вечерняя программа, какие-то тематические, наполнение различными номерами, музыкой, да, диджей, то есть будет работать все как бы... Да, конечно. ...как и должно быть. Друзья мои, я знаю, что даже между отелями, да, могут быть какие-то соревнования, состязания, спортивные в том числе. Разумеется, разумеется. Это может быть в Краснодарском крае, например, в Анапе. Есть несколько отелей, которые находятся очень близко друг к другу, между ними буквально маленький заборчик. Да, и зашел к соседям. И они периодически устраивают соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, турниры в мафию, да. Да, и, разумеется, между анимационными командами тоже есть небольшое соревнование. То есть вот оно что-то. Не просто так, а еще и посоревноваться, так сказать, между своими людьми. Что касаемо каких-то требований именно к аниматорам, которых вы набираете к себе, это должны быть девочки, мальчики, какой возраст, они должны как-то, я не знаю, обладать каким-то набором необходимых качеств, навыков, умения. Ну, возраст тут 18 лет, разумеется, это... Детей не берем. Да, детей не берем, это закон. Положительные, я не знаю, улыбчивые... Располагающие. Располагающие, да. Чувство юмора тоже не помешает. Всегда как-то... Выкрутиться, да. Да. Никогда, так скажем, не делать проблем на пустом месте, всегда быть в хорошем настроении. Да, очень, конечно, здорово было бы, если у ребят были танцевальные навыки, да, какие-то спортивные навыки, там, например, йога, пилатес, они знали хотя бы основную. Или сами ходили, да, куда-то? Лисами ходили, в принципе, нам не нужно какое-то профессиональное преподавание, да, всего этого. Аниматоры создают впечатление, аниматоры создают атмосферу. Мы не нацелены на то, чтобы сделать это каким-то спортивным соревнованием, и мы не фитнес-клуб. Все-таки это отдых. А так мы готовы к сотрудничеству, и сейчас набор открыт, есть вакансии в Крыму, есть вакансии в Краснодарском крае, у нас постоянно обновления, да, не все отели еще, так скажем, проснулись от зимней спячки, и до сих пор происходят звонки, да, мы получаем заявки, так скажем, на анимацию, поэтому люди нужны, и всем добро пожаловать, можно найти меня в социальной сети, и я расскажу, что нужно, да, задам пару вопросов. Встретитесь наверняка, пообщаетесь. Да, если это самарские ребята, мы готовы встретиться у нас в офисе, конечно. Пообщаться и выяснить, подходит этот человек или нет. Друзья, ну вот, пожалуйста, вам занятия на лето, почему нет? Мне кажется, для активной молодежи, кто уже сдал все экзамены, или, может быть, устал от работы в душном, шумном городе, выехать на три месяца на море, в Крым или в Сочи или в Адлер. Какая чудесная перспектива, когда пока еще нет детей и никаких забот. Друзья, мотайте себя на усы, и вдруг захочется вам, к примеру, как-то себя в новом качестве ощутить. Даймир, я всем сегодня этот вопрос задаю. Расскажи о том, каким ты себя помнишь 1 июня, например, в школе или в ВУЗе или где-то еще. Как это было? 1 июня в ВУЗе, это еще учеба. Это еще, боже мой, в предисессии. Да, это еще, боже, почему я в университете, а не в школе. Ну, в школе, разумеется, да, наверное, с первого же июня мама говорила, ну-ка, посмотри, что тебе задали читать. Да, это чтение на лето. Да, и ты пытаешься отодвинуть этот процесс к концу лета. Ну, мам, я прочту все за месяц. Потом ты вспоминаешь, что ты не прочел ничего и быстро-быстро за пару недель все читаешь. А так, разумеется, это детские лагеря. Я очень любил посещать детские лагеря в своем родном городе. Уезжал там на пару смен одновременно. То есть мне нравилось это здоровье. Всегда какое-то движение, что-то новое, знакомство. То есть вопрос, ты будешь здесь в Самаре или тоже уедешь? Я, да, я тоже уеду. У нас есть, так скажем, координаторы, да, непосредственно анимационных команд, да. И я координирую работу ребят в Краснодарском крае. Есть еще человек, который координирует работу наших анимационных команд в Крыму, в Республике Крым. То есть тебе можно только позавидовать? Я думаю, что да. Вот так, друзья мои. Если вы еще не решили, какие планы на лето построить, надеюсь, мы сегодня вам подсказали, рассказали много чего полезного и интересного. Спасибо, Дамир, за информацию. А вам, друзья, желаю хорошего настроения, хороших позитивных эмоций, погоды. И если вы отправляетесь на отдых, счастливого пути. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok